Александр, скажите, что изменилось в процессах, в бизнес-процессах компании после внедрения Клик? После внедрения Клик наши бизнес-процессы стали прозрачнее, быстрее, ну и как бы мы теперь более управляемые, наверное, я бы сказал. Как бы Клик позволяет очень оперативно получать актуальные данные из всех систем, очень быстро их анализировать, качественно анализировать и принимать качественные управленческие решения. А какие у вас были первые шаги по внедрению Клика? Вы знаете, мне сложно сказать, как бы проект Клика на Гипа начинал не я, но у меня порядка трех, наверное, проектов завершенных по внедрению Клика. Естественно, первое, как в любом проекте, необходимо определиться с целями внедрения и как бы расписать дорожную карту всего проекта, какие этапы, какие наиболее критичные моменты нам необходимо автоматизировать в первую очередь и получить аналитику по наиболее важным ответственным местам. И, естественно, собрать качественную, грамотную команду по внедрению, замотивировать ее, которая смогла бы двигать проект, чтобы проект двигался сам собой, без дополнительного административного ресурса. А вот как вы считаете, для потенциальных пользователей Клика, как лучше начинать, допустим, с массового внедрения и автоматизации многих отделов, либо как-то идти по этапам, по кусочкам, начинать с малого? Вы знаете, массовое внедрение, ну, я не знаю, я в своей практике не сталкивался с эффективным массовым внедрением, когда все превращается в коллективную безответственность в итоге. И девушка, вставшая из ЗИКа на презентации, которая задала вопрос, как заставить пользователей массово пользоваться кликом, как раз подтверждает это. Как бы насильно заставить пользоваться приложением невозможно. Можно только его установить в небольшой группе людей, вовлечь их в процесс, и они уже будут самостоятельно продавать этот продукт внутри, продавать это решение внутри компании, показывая свои результаты, показывая свою реальную эффективность по отношению к другим подразделениям. И это как бы возникнет дополнительная мотивация для всех остальных подразделений, для того, чтобы вовлечься в проект по внедрению бизнес-аналитики. И вот еще у нас очень всех, у нас в компании постоянно происходит такой вот вопрос, волнует, что нужно компании? Сначала внедрить BI и как бы расти уровень аналитики, либо наоборот, дождаться, пока уровень бизнес-анализа вырастет и тогда внедрять BI? Вы знаете, и тот, и тот подход правильный, просто способы внедрения этих, в этих подходах будут тоже разные. То есть компании, которые еще не доросли до внедрения своей бизнес-аналитики и не осознают ее эффективность, им достаточно, но уже у собственников есть понимание, что им действительно нужен инструмент этот, им лучше всего идти по пути покупки готового решения, консалтинга со стороны и формирования стандартных приложений, стандартной отчетности, стандартных аналитик, которые наиболее распространены на рынке и общеприняты. Это позволит с внедрением подтянуть уровень сотрудников, которые вовлечены в аналитику, подтянуть до уровня среднестатистического и дальше уже развивать именно свои какие-то специфические аналитики, свои специфические отчетности. С другой стороны, компании, у которых мощные специалисты, у которых уже есть сформированная аналитика и есть понимание, что они четко хотят, они способны просто с нуля нарисовать все свои аналитики и создать совместно с командой разработчиков, подрядчиков выбранных, создать всю необходимую аналитику, как они привыкли. Большое спасибо.